Конец XIX – начало XX веков ознаменовались развитием трамвайных сетей во многих городах. С появлением электрической тяги этот вид городского транспорта взял на себя основную нагрузку по перевозке пассажиров. В Житомире история трамвая начиналась с конной тяги, правда, только для грузовых перевозок, а затем уже в 1899 году в городе запустили электрический трамвай. В разные периоды изменялось и количество маршрутов, и длина трамвайной сети. В основном это были однопутные линии с разъездами. К 1950 годам общая протяженность маршрутов составляла несколько десятков километров, но судьба житомирского трамвая была предрешена с появлением троллейбусов. Поскольку этот новый вид транспорта в те времена считался более прогрессивным, житомирские улицы начали освобождать от рельсового полотна. Сначала пути для движения трамваев переносились на параллельные улицы, а затем с развитием троллейбусной сети рельсовое полотно демонтировали. И в итоге к 1974 году в Житомире остался только один маршрут – площадь Победы – Ленкомбинат. Стандарт трамвайной колеи составляет 1000 мм. Подвижной состав, работающий сегодня на маршруте – это вагоны марки КТ-4. До сих пор на ходу еще остаются несколько вагонов Т-4. Это, наверное, самые старые вагоны трамвайного депо, которые по сей день перевозят пассажиров. А по праздникам по городу ездит ретро-трамвай. Вагон был переоборудован в 1989 году. Изготовлен по фотографиям, эксплуатируемых в Житомире в первой половине 20 века вагонов Коломенского завода. Я уже раньше говорил, что житомирские трамвайные линии в середине 20 века были в основном однопутными с разъездами. Такая же система была и действует до сих пор в Евпатории в Крыму. Там тоже стандарт колеи составляет 1000 мм. Есть разъезды, однопутные линии для трамваев действуют и в Конотопе Сумской области, только там ширина путей 1524 мм. Итак, вернемся в Житомир. Единственная действующая трамвайная линия проходит через центральную часть города. Конечная остановка на площади Победы размещается в стороне от дороги на грунтовой части. Для разворота вагонов есть один путь и тупик для отстоя вагонов. Затем рельсы ведут на улицу Грушевского и маршрут продолжается по улице Небесной Сотни, а на перекрестке с улицей Киевской находится рынок и центральный универмаг, а также остановки троллейбусов и автобусов. В итоге получается своеобразный пересадочный узел. После рынка трамвайная линия идет извилистым маршрутом между кварталами одноэтажной застройки и выходит к ботаническому саду. Далее на перекрестке улиц Королева ветрука располагается трамвайно-троллейбусное управление. Здесь же находится квартал многоэтажной застройки. Вторая конечная остановка располагается вдали от жилой зоны, возле территории бывшего ленкомбината. Предприятие уже не работает, однако рядом действуют другие заводы. Наряду с предложениями о развитии житомирского трамвая циркулирует информация о том, что единственную действующую линию хотят закрыть. Мотивация для таких решений – большие расходы на содержание системы и необходимость обновления подвижного состава. Например, все вагоны, работающие на маршрутах, выпущены в 80-х годах. За 30 с лишним лет они уже исчерпали свой ресурс и нуждаются в капитальном ремонте либо списании. Часть таких вагонов обычно разбирают на запчасти, чтобы обеспечить деталями вагоны, находящиеся в работе. О закупке новых трамваев пока речь не идет. К теме развития трамвая в Житомире добавлю, что очень кстати было бы продолжение линии по улице Киевской до железнодорожного вокзала. Здесь довольно большой пассажиропоток и трамвай мог бы разгрузить это направление. Возможно, в городе таки найдут средства, чтобы расширить трамвайную сеть и обеспечить перевозке пассажиров удобным и экологически чистым видом транспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова